Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно, они воюют против нас, но они не лишают нас нашей свободы. Они предлагают нам грех, они пытаются нас попутать. Но вина за грех лежит на человеке. Человек выбирает, послушаться голоса Божия или голоса врага своего спасения. Эта свобода не насилуется никем. Ни Бог не может перешагнуть через эту свободу и привести насильный человек к себе. Ни демон. Никто не может. Поэтому, да, демон пытается нас спутать, а наша задача сказать, я не принимаю эти помыслы, ни мое не соизволяю. И как только мы почувствовали, что мысли, которые у нас в голове Богу не угодны, мы должны так сказать. Это называется отсечение помыслов. Этим занимается каждый христианин в течение всей своей жизни. У преподобного Антония Великого даже были слова о том, что и он подвержен помыслу. В помысле нет греха. Помысл — это предложение. Если я его сразу отвергаю, не сочетаясь, не сослагаясь с ним, он не становится моими мыслями. Я не грешу. Это все равно как дождь. Пошел дождь, я раскрыл зонт, и я остался сухой. Пришли какие-то помыслы, я понял, что они Богу не угодны. Я их не принял. И никто меня не попутал тогда. Поэтому о демонах помнить надо, но все равно решение за нами с вами. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.